Добрый день, подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами поговорим о гортензиях. В природе существует много видов гортензий, но наиболее распространенные бывают трёх видов – метельчатая, древовидная и крупнолистная или садовая. У метельчатой гортензии конусообразные соцветия с белыми цветами, которые со временем розовеют. Древовидная во время цветения имеет белую или кремоватую окраску и шаровидные соцветия, которые после цветения приобретают зеленоватый оттенок в течение длительного времени. И гортензия крупнолистная или садовая. В отличие от предыдущих, эта гортензия требует укрытия на зиму. Именно с цветами этого вида гортензий и происходят цветовые изменения или же превращения. У неё очень декоративные шаровидные соцветия – розовые, сиреневые, голубые. Именно голубые меняют цвет в зависимости от почвенных условий. Гортензия – это цветок хамелеон. Он умеет менять свой цвет. Голубые цветы появляются на кустах, растущих на очень кислой почве. А в обычной почве цветки бывают розовых оттенков. Но их цвет можно сделать более ярким. Перекрасить голубые цветы на розовые, а розовые – на голубые. Даже можно сделать окрас их радужным. Процесс изменения цвета занимает до двух недель. Когда гортензия закладывает соцветия за две недели приблизительно, не раньше, начинаем повышать уровень кислоты почвы, если мы хотим перекрасить с розового в голубой цвет. Если вы начнёте раньше повышать уровень кислоты в почве, то у вас ничего не получится. А для того, чтобы подкислять почву, берём лимонную кислоту или уксус. Лимонной кислоты берём 1 столовую ложку на 10 литров от стоянной воды, а у уксуса – 100 мг на ведро от стоянной воды. Ещё можем подкислять почву мульчей из хвойных опилок или опадом хвойной коры, или же кислым торфом, который продаётся в любом цветочном магазине. Если же вы хотите, наоборот, чтобы ваша гортензия приобрела розовый цвет, то вы должны понизить кислотность грунта. Что нужно для этого сделать? Нужно внести в почву мел или известь несколько раз за сезон. Но это нужно сделать осторожно, потому что гортензии любят кислую почву. Если почва потеряет свою кислотность, то она у вас не будет и вовсе цвести. И даже может заболеть хлорозом. Поэтому с этим будьте осторожны. Гортензии любят достаточно влажную почву и рыхлую. Хорошо себя чувствуют в полутень, но цветут обильно только на солнечных местах. Высаживать их можно как одиночными, так и групповыми посадками. Или же в сочетании с другими многолетними кустарниками и цветами. Ну вот и всё, что я хотела вам рассказать про этот шикарный кустарник. Не бойтесь экспериментировать. Не расстраивайтесь, если что-то не получается. Ну а какой цвет у вас получится, обязательно пишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал. А также делитесь с друзьями. И не забудьте про лайк. Пока-пока. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok